На что хочу обратить внимание, приехали на одно из полей, которое заражено той проблемой, которой на югах в этом году очень много. Это желтый вирус лука. Я в описании постараюсь рассказать о нем подробнее, но вот его свойства. Он, как говорится, умер стоя. Лук умер стоя, то есть он не умер, а сразу же высохнулся на 3. То есть лук стоял зеленый и начал сразу желтеть. В принципе, у него должна сначала закрыться шейка, то есть он лечится, и лук высыхает. То есть дозариваться дальше. Даже когда он лежит, он все равно еще растут, сухие вещества перетекают. А здесь лук мелкий весь. И в этом году вообще мелкого лука будет много. Но как он будет храниться? Вот посмотрите, вот здесь нормальный кусочек. То есть лук лег, что-то где-то здесь видите, не успел заболеть. И лег, и вот это сейчас вещество переходит в лук, и получается более-менее нормальный по размеру. А здесь основная масса лука мелкого. То есть приезжать смотреть лук нужно за неделю-две до уборки и смотреть его состояние. Особенно необходимо было делать это в этом году. Не зная то, что как лук растет, покупать намного сложнее. То есть выбирать. Если лук уже находится в мешке, в сетке, и выглядит прекрасно, допустим, да, никакой у него болячки, ничего не видно по нему, это не значит, что он хороший и что он будет хорошо у вас храниться. Ну вот, как бы на одной из полей заехали, вот такая беда тут. Субтитры создавал DimaTorzok